Девочки, вы замерзли! Отец и благодетель! Здравствуйте! 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 Сюда, да? Садитесь! Валентин! Уже к нам повинил. Посмотрите, как мы работаем. Светочек, Светочек, пожалуйста. Это тюльпан, да? Вот она только что уже нарисовала. Они были ботаническими царапами. Света, пожалуйста, сама кручи, Галина Николаевна. Конечно, она же это сделала. Спасибо, это моя лапочка, ты меня нарисовала. Спасибо тебе, солнышко. Красота. Вот и еще, смотрите, Галина Николаевна. Нет, ну смотрите. Ну она... Что замечательно. Она с трех лет и рисует. Поэтому у нее наша будущая художница. Да, и вот, посмотрите, да. Смотри, тут все вон дырло. Ну красота, красота, чудно. Ко нам приехали вообще в эту школу-то? Ну и с первого сентября. А вообще нам скоро годик. Да, да, да. Первый декабря нам исполняться вкусно шло вашей школы. Да, да. И поэтому мы считаемся новорожденные детки-школьники маленькие. Да, да, да. Ну пойдем дальше, куда? Ну что ты будешь играть? Танцевать. Ну как принца какого-нибудь, конечно. Галина Павловна, у нас вообще замечательно поездка. Прекрасный год. Здрасте. 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 Ты мне какой-то подарил. А? Картину хотят подарить? Вы прям выбирайте. Да. Вот педагог. Передагог. А это лебедь. А это лебедь. А это лебедь. Нам веселый какругай. Прекрасный, замечательный. Рабочее состояние. Рабочее состояние. Какой у тебя красивый. Спасибо, Олег. Мой обезьян, что ли? Да. Хорошо. Так, идем куда? Иди, да. Так, идем. Это что, обезьяны, что ли там? Безьян. И тигр там, боже мой… Леопард. Леопард. Молодец. Замечательно. Замечательно. Ну что? Мы так ждали вас. Видите, как дети рады. Наверное, концерт приготовили. А как я рада, как я рада. Я уже вижу, что здесь, которые выросли. О, она как большая стала, да. Академия художественная работа. Рад, садитесь. Давай, проходите. А как нам вы художник? Галина Павловна, проходите. Мы сейчас в этом месте. Смотрите, значит, вы к нам пришли, так сказать, в театр. В театральной школе и основная часть детей тоже занимается изобретением искусства, необходимым для театра. Но у нас сегодня была такая тема. Ваш приезд дал повод познакомиться, не видя вас, при помощи рисунков, при помощи бесед, а потом уж, конечно, рисунков. Вот давайте, вы сейчас все, ребята, сядьте на свои места. А Галина Павловна, под звуки Ахматовских стихов, как вы? К ним. Обожаю, обожаю, конечно. Находите сверху между собой и Анной Ахматовой. Люблю. Вот я почитаю эти стихи, а вы пройдитесь по рисуночку, вы, может быть, даже что-то себе выберете. Может быть, ребята угадали вашу душу? Нет, пусть я выбирать ничего не буду, потому что я вижу, что все такое потрясающее совершенно, что выбрать невозможно. Нет, по мне не подходите, папа, я не зарисовала. Обещаю, обещаю. Да, так что пускай, кто хочешь там, хочешь подарить, подарить. Ну, а не цепь, значит, что мы делаем. Тихонечко. Что мы делаем сейчас? Проходим. Проходим. И смотрим сначала. О, вау! Мною любимую судьбу, не будем работать в тишине, моим проработанным наследством сегодня показался мне. Все, что само удавалось в руки, что было так легко отдать, душевный жад, молений звуки и первой песни благодать. Все унеслось прозрачным дымом. И стлело в глубине зеркал, и вот уж о невозвратимом скрипач без носа заиграл. Но с любопытством иностранки, плененной каждой новизной, глядела я, как мчатся самки, и слушала язык родной. И дикой свежестью и силой мне счастье веяло в лицо, как будто друг от сердца милый сходил со мной на крыльцо. Красота. Нашли по себе. Чудесные, чудесные тишины. Какая ты. Все подходит. Все подходит. Да, вот все подходит. Угадали, угадали. Все угадали. Можно посмотреть? Да. Боже, какая фантазия. Что же это такое? Ну да, просто. Театр. Театр, конечно. Конечно, театр. Это вот такая штучка, только работает фонтан. Ясно. Это вот птички. Да, да. Ну это, пожалуйста, сцену фонтана из Бориса Годунова, допустим. Вот Марина Мнишек, там где-нибудь самозванец еще. Браво, молодец. Как тебя зовут? Максим. Максим, молодец. Молодец, Максим. Боже мой. Да, это театр. Максим. Это вот театр-элист. Да, спасибо. Ты будешь носить. Ты будешь носить. Юля. Да, Юля. Да. Вот ты положи там. Да. Да. Пачка пальцев. Вот эти надо. Ну какие изумительные совершенно рисунки. Боже мой. Это пират, что ли? Кто это будет? Пират. Какой образ сразу узнать можно, что это пират. Там он дома на доске у нас... Слушай, это фонтан, но потом будет желтый, вижу здесь. Ах, это внутри там. Золотая. Да, 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 правильно, золотой. Ну вот, боже мой, и там тоже, да. Прекрасно. Прекрасно. Просто прекрасно. Галина Павловна, у нас к вам просьба на нашем поле запечатлеть. С удовольствием. А мы вот это и делаем, по-моему. Возьмите. Да. Да, принесите стучки, а потом рисунки свои возьмите. Победу вы телевидение. Я вижу, как вам здесь все очень рады. У вас чувствуются душевные, дружественные отношения сложились вот с этим коллективом. Не могли бы вы буквально вот кратенько рассказать, как у вас началось сотрудничество? Ну, вот Елена позвонила мне. Это было, когда же это было? Вот лет пять тому назад, пожалуй, уже. Наверное, лет пять, четыре-пять лет тому назад. Что не буду ли я возражать, если они имя мое дадут в школе детской. Нет, в школе, а в оперному театру детскому. Ну, я, конечно, согласилась. В общем, даже не знаю этого. А потом уже на следующий раз, когда я приехала, я побывала у них. И вот у меня с тех пор такие дружеские связи с этим коллективом. Их стало сейчас гораздо больше. Вот видите, они получили замечательное это здание. Что можно только радоваться, приводить в порядок надо. Но масса детей теперь могут здесь быть. Тогда это было гораздо меньше. Их было только оперное, маленький оперный театр. Ну, а теперь, видите, вот художники, вот как их много. Это прекрасно, что дети могут сюда приходить и заниматься искусством. Знаете, в наше тяжелое время это так важно. Поэтому всегда, вот когда есть возможность, только как только телевидение появляется, сразу кричу, дайте денег. Дайте денег детям сюда, вот чтобы они могли приходить и заниматься вот тем, чем они занимаются здесь, а не бегать на улицах и в подворотнях метро или где-нибудь, не знаю, в переходах околачиваться. Это рабочий район, и это страшно важно. Поэтому обращаюсь ко всем богатым людям. Помогайте, помогайте. Это ваша обязанность. Обязанность, прежде всего, богатых людей, кто имеет деньги. Спасибо. И еще один вопрос. Скажите, как вот по вашему мнению нынешняя власть уделяет ли должное внимание культуре, культуре и ее развитию? Наверняка нет должного внимания. Но и винить-то, в общем, сейчас в это время, собственно, особенно некого, потому что такое трудное время экономическое для всех, для всех. И поэтому, конечно, масса дел, которые могли бы быть сделаны, они не делают сегодня. Но надо надеяться и стараться просто прозираться сквозь все. Можно искать помощь у меценатов, да? Конечно, прямо брать их за глотку, да, и все. Пусть помогают. И будут помогать обязательно. Вот видите, все-таки что-то произошло. Вот получили этот дом. Вот у нас отец и благодетель, да, перфект называется, да? Да нет, глава. Глава вот этого района. Вот, пожалуйста, будем так вот обращаться каждый раз. И помогайте нам. На места, будем помогать, конечно. Ну, это красота, ведь дети такие прекрасные. Изумительные, изумительные. Какие красивые, радостные прямо. Да, да, просто смотреть на это очень волнительно. Вы знаете, не хотелось бы сейчас об этом говорить, но все-таки я только что приехал от генерала Роклина, с ним встречался. Да. И вот он рассказывал там о детях, которые в Чечне у нас там погибают. И когда видишь такие островки прекрасные здесь, но, по-моему, только вот это и спасет нас всех. Да. Когда вот такие детки у нас прекрасные будут. Это наше будущее, наше будущее. Да, красивые, прекрасные, умные все. Да, одухотворенные лица, глаза блестящие. Вам спасибо, что... Да, ну что мне-то. Мне спасибо, я, знаете, по мере сил, что я могу, конечно. Но самое главное, вот это в ваших руках все здесь, в ваш районе. Вот когда они смотрят на прекрасное, они сами становятся такими. Мои сладкие лапочки родные. Какие он красивый. Да, 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 все такие нарядные какие-то, как они одеялись. Спасибо большое. Голос-то, спасибо. Он надает тебе голос-то уже, да? Нет, ничего. Ну вот, здравствуйте. Боже мой, какая красота. Да. Голос-то, которые нас сопровождают в трудном пути. Вот Галина Павловна и уважаемый Владимир Михайлович, у вас почти в одно и то же время день рождения. И мы хотим начать... Да. Да. Так что... Поздравление. Спасибо. Наши дети приготовили поздравление. Вот первый номер лично Галини Павловне. Она поймет, почему. Да, да. Называется этот номер отрывки из старых классических от. О, Боже мой. Начнем. Спасибо. 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 ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 «Симон»